Северная Осетия на этой неделе приняла первую группу беженцев из ЛНР и ДНР. Это 21 человек, большая часть из них дети, в сопровождении тренеров и двоих родителей. Прибывших разместили в санатории юность. Всего в республике развернули 14 пунктов временного размещения. Марина Казачок с двумя дочками приехала в Северную Осетию из Донецка. Там остались все близкие и родные. Последние дни, по ее словам, были самыми тревожными, поэтому вынуждены были оставить дом и привычный уклад жизни. К этому времени уже настолько устали от того, что там происходит. Нам предложили выехать, и мы с удовольствием согласились. Как только мы пересекли границу Российской Федерации, с этого момента нас везде сопровождали, нас никогда нигде не бросали. Сейчас очень много помощи, очень много поддержки. То есть мы очень довольны. Мы очень надеемся, что это поскорее все закончится. Мы вернемся в свой родной город и продолжим мирно жить. Дочь Марины, Лиза, занимается художественной гимнастикой. Вместе с другими 16 ребятами она сможет продолжить занятия спортом в Северной Осетии. Первая тренировка прошла уже на следующий день после приезда. Я очень скучаю со своими одноклассниками и друзьями. Здесь мы продолжаем тренироваться. Мне очень понравились тренировки, потому что у нас был красивый, просторный зал. Нам даже подарили подарок. Первую группу беженцев из Донецка в Северной Осетии приняли 3 марта. Это 21 человек. Большая часть из них дети – воспитанники спортивной школы Донецка. Сопровождают их тренеры и двое родителей. Людей разместили в санатории «Юность». Всем приехавшим провели ПЦР-тестирование. К приезду вынужденных переселенцев в учреждении готовились заблаговременно. Создали все необходимые условия, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно. В Северной Осетии 14 пунктов временного размещения. Все они готовы принять вынужденных переселенцев. В ближайшее время первая группа детей сможет продолжить и обучение в школе. Перед всеми органами государственной власти, соответствующими, поставлены задачи по пребыванию детей у нас в республике. Это и образовательный процесс будет организован в первую очередь. Также их тренировки. Ну, то есть, вот все будет выполнено, и мы их примем как родных наших граждан нашей республики. В коридорах санатория слышен звонкий смех детей, которые уже скучают по родителям и друзьям и с нетерпением ждут, когда смогут вернуться домой. Алина Хасаева, Александр Суанов, Казбек Танделов. События недели. 15 регион.